Эпидемиологическая ситуация в Литве не из лучших. И если в начале пандемии COVID-19 болели в основном пожилые люди, то теперь мутировавший вирус легко заражает детей, которые тоже болеют, несмотря на обязательное тестирование и все меры предосторожности. На эту тему мы побеседовали с директором прогимназии Дралгистис Римонтосом Петровичесом. Какова ситуация в этом учебном заведении? На сегодняшний день четыре ученика в изоляции. Из них болеет один. Остальные имели близкие контакты с болеющими, поэтому на изоляции. Было время, когда было болеющих больше, но никогда не достигли такой ситуации, чтобы надо было класс увести на карантин. Те, кто болел или имел контакты, были в изоляции официально. Остальных мы тестировали каждые, поэтому алгоритмы каждые 48-72 часа, то есть три раза в течение десяти дней они проходили тестирование. Было все нормально. Много ли в коллективе учителей, педагогов, которые еще не привились? Немного. Таких на сегодняшний день имеем семь человек. Они тестируются каждые семь-десять дней. Ну, из этих семерых еще есть, которые и по медицинским показателям не могут прививаться. Но я думаю, к декабрю количество сократится, так как за это удовольствие придется платить самим. А как происходит в школе процесс тестирования учеников? Есть ли такие родители, которые не соглашаются, не дают согласия на тестирование своего ребенка? Есть. Есть такие родители, есть и такие ученики. Но, в общем-то, объем тестирования по сравнению с тем, как начали мы. Это было где-то процентов 40 тестировалось. На прошлой неделе тестировалось 383 ученика. Из 422 – это больше 80%, когда по республике средний показатель 48%. Так что считаю, что он достаточно хорошо проходит тестирование. На каникулы тоже будем выдавать тесты. Приближаются осенние каникулы. Какие новшества приняты этим годом в министерстве? Ну, каникулы удлинили на 2 дня. Выходим в школу, возвращаемся после каникул не 8 ноября, как планировалось раньше, а 10 ноября. Но, может, логично, после первого-второго поездок и так далее, 7 дней, инкубационный период. И, может, это будет действительно безопасней. Удастся избежать такого какого-нибудь увеличения заболеваний и контактов. Каникулы пролетят, а что же дальше? Ждать ли нам очередного карантина, перехода на дистанционное обучение, если эпидемиологическая обстановка будет лишь ухудшаться? Помнится, на торжественной линейке 1 сентября директор прогимназии напомнил, каким непростым был прошлый учебный год и призвал готовиться к новым вызовам. Я очень надеюсь, что правительство сдержит свои обещания, что карантина в этом учебном году не будет, что это последний уже шаг, который будут предпринимать. Я очень надеюсь, конечно, что после этих выходных продолжительных, после каникул осенних тоже не будет подъема заболеваемости, не будет увеличения числа изолированных и так далее учеников и учителей, так как были и учителя. И очень надеюсь, что учебный год мы закончим все-таки в школе, несмотря на все ограничения. А по-вашему, отдаленные обучения, чего там больше? Плюсов или минусов? Ну, конечно, как и в каждой вещи есть и плюсы, и минусы. Все и учителя, и ученики повысили уровень своих IT-технологий. Но, если посмотреть на качество обучения, это очень многое зависело от ответственности, от самостоятельности у учеников и их родителей. И особенно в начальных классах действительно было очень трудно. И остались, конечно, пробелы. Этого никто не может отрицать. Мы все еще ждем обещанные средства от министерства на покрытие этих пробелов, дополнительные занятия и так далее. Не знаю, когда обещанного, как говорят, в народе три года ждут. Но, я надеюсь, что не придется так долго. Но, все-таки, минусов я вижу больше. Уже хотя бы потому, что дети были лишены живого общения не только с учителями, но и между собой. Когда в начале сентября встретились, долго не могли разойтись. А здесь еще разделение потоков, не могут встречаться с тем, с кем хочет и так далее. Но этого общения, естественно, не хватало очень сильно. А как Вы думаете, когда жизнь вернется в обычные русла? Будем ли мы вообще жить так, как жили до этого ковида? Я думаю, что, ну, как где-то читал, придется привыкнуть жить рядом с ковидом. Я очень надеюсь, что появится этот обещанный иммунитет массовый. Очень надеюсь, что появятся новые способы, может быть, лечения, не только прививки и так далее. Ну, человек приспосабливается ко всему вообще-то. Научили жить и со СПИДом, и с гриппом. Ну, сто лет назад эпидемия гриппа была не хуже, чем сейчас эпидемия ковида. И по смертности, и по заболеваемости, ну, как-то человечество одолело. Что ж, будем надеяться на то, что всеобщая вакцинация и приобретение коллективного иммунитета, которого мы не можем дождаться вот уже второй год, когда-нибудь наступит. Совсем не хочется, чтобы подрастающие поколения одним из ярких воспоминаний своего детства считало бесконечные карантины, маски и тестирования.